Горячий хлеб спрятан из-за пазуха, обернутый несколько раз ткань, чтобы запах не чувствовался, и ночная дорога влез к партизанам под светом луны. Молодая девушка Анна Булавина поплатилась за это своей жизнью. На место захоронения ее останков установлен памятник. Туда и направились участники акции «Чистая память» – Зеленчукское отделение партии КПРФ и наша съемочная группа. Фатима Даурова подробнее. Это видавшие виды зданий почтового отделения хутора Лисокефарь. Впрочем, почти все дома здесь примерно одного возраста и внешнего вида. Хуторяне – простые обычные деревенские люди, старающиеся поддержать жизнь села своими силами. В этот раз автоколонна направилась именно сюда, где в самом центре населенного пункта стоит единственный памятник погибшим в годы войны хуторянам. Право возложить памятный венок досталось самым молодым участникам акции «Чистая память». Книгу памяти эту я создавала несколько лет. В книге памяти района Лисокефара нет. Ну как бы его не существует. Вот по крупицам, по маленькой такой, у каждого жителя, ну там спрашивала везде, ходила в дом ветеранам, но везде собирала эту книгу памяти. Сейчас вот я перечислю имена погибших в годы войны хуторян. Байдин Сергей Никитович, Байдин Алексей Никитович, Бутырин Федор, Водолазов Михаил Петрович. Среди списка озвученных фамилий хуторяна особое место занимает имя молодой красивой девушки Анны Булавиной. Она была истерзана фашистами лишь только за то, что относила партизанам свежеиспеченный горячий хлеб. Вечная память павшим в годы Великой Отечественной войны. История Анны Булавиной повторяет судьбы тысяч советских граждан, встретивших свою смерть в тылу врага. По заданию партизан она преодолевала несколько километров, проходя через ночной лес и горные реки, чтобы узнать информацию о фашистах, расположившихся в хуторе. И вот ни звери ее не трогали, никто. А вот звери выследили, наши звери. Именно кто-то из лесокефарцев, предатели. У нас была хозяйственная часть немцев, не воевали здесь. Но вот по какой-то причине ее нашли, выловили. Эту женщину наказали, которая пекла хлеб. А красавица, красивая, по рассказам жительницы, старенькие уже видели ее, которые хоронили поток, была очень красивая девушка, лет 25-27, но она не местная. Я пыталась найти в интернете что-то там, ничего такого не смогла найти про нее. Четыре дня труп Анны Булавиной лежал на этом поле. Немцы не подпускали никого к ней. Пока на пятые сутки под покровом ночи наиболее смелые хуторяне не закопали ее тело, вырыв могилку голыми руками, ломая ногти в кровь. Лязг железной лопатой об камни могли услышать фашисты. Так она пролежала в поле под деревом до тех пор, пока не было вынесено решение поставить памятник 48-ми хуторянам, погибшим в Великой Отечной войне, а ее останки перезахоронить под ним. Каждое 9 мая жители Лисакефара собираются у этого места, чтобы поклониться великому подвигу простых людей. Память влечет, память о погибших наших отцах, дедах, которые погибли, сражаясь за свободу нашей Родины. За то, чтобы мы, будущее поколение, ну тогда было будущее поколение, сейчас уже и мы в возрасте, вот, чтобы мы жили мирно, чтобы не знали тягот войны, чтобы наши дети помнили, внуки помнили. Вот, я, допустим, воспитала своих детей так, чтобы они помнили все это и никогда не забывали, и чтобы своим детям это передали. Чуть выше, по направлению в горы, располагается еще одно место скорби – братская могила защитников перевала. К сожалению, памятник не реставрировался долгое время. В дальнейшие планы коммунистов Зеленчукского района входят его облагораживание и приведение в надлежащий вид. А пока автопробег продолжил свой путь к памятнику Владимира Ильича Ленина, который в прошлом году был установлен в центре станицы Старожевая силами КПРФ Зеленчукского района. Вождю пролетариата тоже были возложены цветы в дань памяти и заслуг перед страной. Фатима Даурова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.